Всем привет! Сегодня наше видео будет посвящено магазину FixPrice. Я хотела бы рассказать о некоторых вещах, которые я там приобрела и какие мне понравились. Кстати, некоторые из них еще есть в наличии, поэтому можно, в принципе, смело идти, в зависимости от того, где у вас находится ваш FixPrice, потому что я вот на протяжении определенного времени видела эти вещи, так что, может быть, у вас они даже есть, может быть, их даже иногда завозят, не знаю, ну, в общем, как попадете. Например, смотрите, вот такие вот рюкзачки, идут всего лишь по 300 рублей, с разными дизайнами, каких только нету. Мне очень нравится такой тип сумок в дорогу, потому что это очень удобно, например, взять в поезд, вручную кладь, и вместительно, и практично, и не жалко, так скажем. В дорогу в поход. Это отличный вариант для того, чтобы сложить сюда свою провизию, положить воду, какие-то средства личной гигиены, в общем, всякую мелочь сюда сложить, и очень удобно. Эти принты всякие разные, как для детей, так и для взрослых, такой универсальный, ну, естественно, это для девочек. Также есть унисекс и для мальчиков, и для тех, кто там любит рисунки, кто не любит рисунки. Естественно, я вот выбрала с клубниками. В общем, на вкус, на цвет, но мне этот вариант понравился. Если сравнивать, то вот, например, на Валбересе заказывала рюкзак примерно такого же плана, но, естественно, там, может быть, что-то было по-другому. Но смысл один, рюкзак и рюкзак. Там они стоят в районе 700-800, ну, в общем, около 1000. Этот же вариант 300 рублей. Не знаю, насколько он долго сможет прослужить, но, по крайней мере, как для одного, для двух раз. А там посмотрите, там, кто как обращается, может быть, кому-то повезет, кому не повезет. Так, в принципе, вообще отличный вариант. Дальше. Вот такие вот папки. Папки для хранения документов, для хранения каких-то ценных бумаг, обычных там бумаг. В общем, чтобы ничего не валялось. Очень удобно носить куда-то. Вот так вот положил, ничего не мнется. Видите, листы А4. Все это рассчитано на вот такой вот застежке удобной. Уже пользуюсь неоднократно. Вот. И вам всем рекомендую, советую. Принты тоже разные, на вкус и на цвет. Я выбрала вот такой с ягодками. Есть также и цветочные принты, и какие-то блестки. Вот прямо, знаете, вот переливается, и вот как можно туда-сюда ее водить. Вот эта вот жидкость какая-то такая блестящая. В общем, я видела, еще продаются. Их очень много в наличии. Ну, например, в нашем липецком фикс-прайсе, рядом с нами, который... Они еще такие папки есть. Очень удобно. Поэтому рекомендую. И не так-то дорого это стоит. И главное, что они практичные, не разваливаются. То, что их можно удобно носить. И, ну, классные штуки. Потом я себе взяла, приобрела вот такой на... Настольный штатив для телефона. Можно также его сделать, просто носить, смотреть. Удобная вещь тоже. Или там просто перед собой экран поставить, камеру. Это такая мини-мини-версия. Но очень классная вещь. За свои деньги 200 рублей всего стоит. Не знаю тоже по технической части, как он долго-недолго прослужит. Но, по крайней мере, пока что я им довольна. За его деньги. Он такой универсальный, удобный. Можно его везде переносить. Смотреть также по нему сериалы, фильмы. Поставил на стол. И не надо там подставку никакую. Очень классно, удобно. Такая тренога. Такой маленький он. Естественно, это на стол ставится. Ну, даже вот на диване. И то я его разместила. Наушники. Ну, наушники, конечно, тоже на любители эта вещь. Но они стоят в районе 150 рублей с разным принтом. Вот этот вот такой красный. Также есть различные цвета. И зеленый. И желтый. И вот эти наушники, конечно, они на вкус. Различные совсем на вкус. То есть, кому какой цвет больше понравится. Также есть не только такие. Еще есть другие. Я их вот, правда, еще не распечатывала. Ну, так вот купила. Не считаю нужным прям сейчас их распечатывать. Потому что у меня нет такой необходимости. Ну, в принципе, как, например, замена каким-то своим поломавшимся. Тоже очень неплохая. 150 рублей. Все удовольствие. Если так вот, конечно, разобраться. Они могут быть не на все модели телефонов подходить. Вот. Ну, если они подойдут к вашему телефону, то, мне кажется, вполне идеальный вариант для того, чтобы, например, куда-то в путешествие взять. Вот. Если кто-то не особенно зависим от каких-то там модных тенденций, когда сейчас используют больше беспроводные наушники. А это такой вот, как бы, такой старенький, но, так сказать, проверенный уже временем вариантик и не очень дорогой. Это средство и предмет, который я сюда не выкладывала изначально. Это вот эти пакеты для продуктов. 50 рублей. Все удовольствие. 100 пакетов. Вообще, очень классно. Иной раз, ну, даже не иной раз, а они вообще необходимы в быту. Что-то положить, что-то завернуть. Вот. С собой запаковать. Пакеты, они всегда нужны. Вот такие вот маленькие. Пригодятся в любом случае. Думаю, это не очень большая цена. И, кстати, сейчас в экспрессе изменились условия, если раньше карта бонусная была только лишь для того, чтобы бонусы собирать. Сейчас же есть цена без карты, есть цена по карте, поэтому с карты сейчас стало покупать в несколько раз выгоднее. Цены варьируются. Например, вот эти вот пакеты, они стоят 50 рублей. Так, без карты там 55 рублей. То есть всего лишь 5 рублей разница. А есть цены прям чуть ли не на 20 рублей. Я, например, брала фунчозу. По карте она выходила 87 рублей, по-моему, а без карты 99. То есть цена уже существенная. И то, что я не представила, то, что у меня сейчас с собой нет, но то, что мне очень нравится, и цена у него тоже выгодная, это вот эти сухофрукты. Их я вот нашла картинки из интернета, и вам хочу показать, поделиться. Тоже это папайя, манго. Когда в таких магазинах специализированных они стоят дорого, то здесь просто за 55 рублей вы получаете те же самые кусочки манго. Они и пахнут манго, и по вкусу манго. То есть это не какие-то там заменители, это не ананасы с ароматизатором каких-то фруктов. А то есть это натуральные продукты. Их вот по вкусовым качествам ни с чем не спутаешь. Как манго, так и папайю. Также есть сушеные бананы, но мне они не так сильно нравятся. А вот манго папайю я прям с удовольствием ем, и цена меня очень радует. Такой вот был сегодняшний обзор моих, так сказать, понравившихся предметов из фикс-прайса. То, что я купила, все нужное и необходимое для дома, для быта. Вот, смотрите следующие видео мои. Может быть я вам покажу что-нибудь уже из украшений. Сейчас в фикс-прайсе появилось множество новинок уже к Новому году, к Хэллоуину. Ну, и, в общем, в основном там сейчас все обновление идет направлено на вот эти праздники. Поэтому спешите приобретать, потому что хорошие вещи раскупают сразу, вот. А когда их привезут, уже вопрос. Поэтому, как говорится, держите ухо востро, если что, сразу покупайте. Вот, чтобы потом не жалеть. Всем спасибо за внимание, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами была Идея Молодой Хозяюшки. До скорых встреч. Всем пока-пока.